Привет, друзья, с вами Ирина, и сегодня мы опять в центре, поговорим на такую насущную тему, а именно, стоит ли мигрировать в США. Эта тема очень обширная, я, наверное, разобью её на несколько видео, и сегодня мы поговорим о том, кому и когда стоит мигрировать в США. В первую очередь, наверное, студентам, я так считаю, потому что у них есть потрясающая возможность такая, как work and travel, здесь поработать, получить кучу друзей, кучу положительного опыта, много чего узнать, попутешествовать, в общем, найти приключений и при желании вернуться обратно, при желании поехать ещё на следующем году и даже остаться здесь навсегда нелегально. Если честно, я вообще не рекомендую оставаться здесь нелегально. Я не знаю, я повижу в этом никакого смысла, потому что нелегалом здесь быть не существенно. Можно, но очень тяжело. То есть, как я вам рассказывала, что вам нужна страховка, не дай бог заполеть нелегально. Если вы сюда выйдете, я думаю, проходясь нелегальным статусом, наверное, потом будет тяжело въехать обратно и так далее и тому подобное. В общем, я не знаю, стоит ли оно того, знаете, вот есть, ладно, люди, которым вообще уже в жизни терять нечего, но студенты, в принципе, молодые люди, я думаю, они себе дорогу найдут при желании в любой стране. И когда здесь не нужно ваше образование, да, это, если оно не айтишное. И работать, перспектива работать студентом, работать официантами, работать на других профессиях, ну, скажем так, не высокоинтеллектуальных, ну, годик хорошо, чтобы просто по стране побутешествовать, были деньги. Но и люди, которые остаются здесь на очень летний период времени, я думаю, что они, ну, наверное, в нашей стране не официантами поработают. Поэтому, тут вообще вопрос, стоит ли это будет. Другая категория людей, которым следует мигрировать в США, это, конечно же, айтишники. Думаю, про айтишники как можно сделать вообще отдельный выпуск. Но так, если вкратце, то, конечно же, если вы работаете в кем-либо в сфере айти, Калифорния вас ждёт. В Калифорнии вас ждёт Facebook, вас ждёт Apple, вас ждёт Google, вас ждёт Microsoft, вас ждёт Twitter, OfficeChay, кстати, здесь недалеко. И здесь вас ждут огромные возможности, здесь вас ждёт, наверное, даже грин-карта. И высокая зарплата, конечно, для вас здесь ждёт, ну, при условии, что вы что-то видите себе представляете. Также сюда стоит мигрировать тем людям, у которых есть премесло, которое актуально в любой стране. Конечно же, это врачи, стоматологи. Сложность — это не действительность диплома здесь, здесь, с нашей страны, но можно проходить здесь, ну, грубо говоря, до обучения. И это сложно, это долго, но, конечно же, оно того стоит. Я вам рассказываю про медицину, вы понимаете, как здесь построено. Это очень высокооплачиваемая работа, и стоматология в том числе. Конечно же, не забываем про нянечек. Конечно же, не забываем про женщин по уходу за престарелыми людьми, за пожилыми. Помощиц по дому, уборщиц. Здесь очень распространены такие услуги, и даже если у вас очень плохо с языком, при условии, я повторяю, что у вас есть кому здесь помочь, есть у кого остановиться, например, с кем советоваться. Да, вы здесь найдёте эту работу, и если у вас проблемы с языком, то здесь очень много русских семей, которым также требуются такие же сотрудники. Так, подведём итоги. Ехать стоит. Будем. В одиночку, если вы уже едете к конкретному работодателю. Если у вас уже всё решено, всё готово, вы официально едете работать к конкретному работодателю. Ехать нужно. Если вы будете пытаться всё сделать на месте, то ни в коем случае не едьте в одиночку. Обязательно. Обязательным условием должно быть наличие родственников, друзей, знакомых, которые вам помогут, дадут старт, отправят в жизнь, потому что иначе будет очень и очень тяжело. Вы себе не представляете, насколько тяжело без помощи посторонне это делать. У вас возникнет настолько много вопросов, о которых вы даже не подозревали вообще о наличии таких аспектов жизни. И вам придётся делать... Вы никак не могли к этому подготовиться. Вам придётся всё делать экспромтом. Из-за этого терять кучу времени, кучу денег и нервов. И, конечно же, проще, когда кто-то будет вас гайдить через весь этот путь. Совсем не стоит ехать пальцем в небо, надеясь на удачу. Вот совсем не стоит. Но есть исключения, как всегда, из всех правил есть исключения. Если вы совершенно сорви голова, если вы открыты к приключениям, вы хотите новых впечатлений, вам нечего терять, вы не обременены никакими связями, тогда да, почему бы нет. Вот, наверное, и всё, что пока что уместилось в моём видео. Дальше будем говорить об этом больше. И надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вам было познавательно. Рада для вас стараться. Пока что-пока. Ребят, многие из вас продолжают меня спрашивать, как найти меня в социальных сетях. Шапочки моего канала. Там есть ссылки на Instagram и на Google+. И для тех, кто ленится ходить на YouTube и хочет смотреть новые видео и кучу классных фотографий, которых я выкладываю ВКонтакте, я в описании к этому видео оставлю ссылочку. И присоединяйтесь.